Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Поведение ребёнка в 9 лет ужасно, агрессивно ругается мат. Его отцом развелись когда им было сейчас 6 лет. Сейчас отец с ним не общается, вот уже 7 месяцев. Ребёнок очень неспокойный, постоянно хулиганит, учиться не хочет, на кухне стоят ножи, попросил их убрать, чтобы я видел, что происходит и как быть. Ну, здесь центральная тема является развод с отцом. Это всегда травма для ребёнка. Второй центральной темой является то, что отец с ребёнком не общается уже 7 месяцев. Соответственно, мы должны спросить про ситуация о том, когда появилась агрессия и она появилась после того, как отец пришёл общаться с ребёнком, то, в принципе, я думаю, что вы сами могли бы увидеть, так скажем, ну, причину, что ребёнок призывает приглашение общения с надпосатцем, потому что московская фигура для ребёнка очень важна. Вот. Дальше. Если мы говорим об агрессии в принципе, да, то, на мой взгляд, это следствие некоторых тревог, вот, это следствие некой напряжённости и, соответственно, нервного напряжения. Агрессия здесь используется как способ снять с себя это напряжение, вот, как способ, ну, немножечко, вот, снизить тонус от этого напряжения. Вот. Поэтому нужен тщательный анализ семейной обстановки, нужен тщательный анализ атмосферы в семье, вот, нужен тщательный анализ ваших отношений и тщательный анализ вашего психологического состояния, чтобы понять, какие мысли вы транслируете ребёнку. Вот. Ну, как бы дети, это наше отражение, соответственно. Если ребёнок агрессивен, то есть вероятно, что он отражает чью-чью-то агрессию. Вот. Ну, возможно, это ваша агрессия, например, наца, если вы обижены на его отца. Возможно, это агрессия отца, если он обижен на вас. Ну, это агрессия отца. Это настояло. И это, это знаете, надо было бы нахать. Ну... А, по-моему, они сами, которые, они, которые, они, Сейчас у ребенка лучше всего работать до того, как он перейдет в подростковый возраст, потому что в подростковом возрасте уже будет важнее. Сейчас все-таки в 9 лет это еще легче, поэтому я рекомендовал бы вам не рассекивать обращение к психологу и как можно быстрее обратиться домой для начала к специалисту. Проработать все ваши возможные трудности какие-то, а потом уже смотреть, что можно будет сделать для ребенка. Вот. Как-то так. Опять же, вот выразили, когда ему было 6-6. Нашли ли вы себе нового мужчину, счастливы ли вы, насколько комфортно вы себя чувствуете вообще в жизни. Вот это все очень важные моменты, на которые нужно обратить вам свое внимание. Поэтому вообще обращайтесь, ну в смысле обращайтесь за помощью, я думаю, что вам можно будет помочь. Я думаю, что это прямо флотно. Да. Нужно посмотреть в школе, как обстоят дела. Вот. То есть, ну, как ребенок в школе. Может быть, был какой-то конфликт в школе. Вот. И последний, это уровень вашего доверия с ребенком, я имею в виду. То есть, вот насколько, ну, грубо говоря, вы в хороших доверительных отношениях находитесь со своим стиром. Вот. И если не очень, то, соответственно, обращайтесь, что можно сделать, чтобы это как-то скорректировать. Вот. Это опять же после анализа, после получения вашего психологического портрета и психологического портрета ребенка. Будут какие-то, я думаю, рекомендации. Вот. Ну, в целом, вы большая молодец, что обратились за помощью, но это только первый шаг. Дальше шаг станет уже более точечная, превентивная работа. Обращайтесь. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.